Донецкий сленг вошел в чат. Мама мне с утра пораньше передала тормозок в судочках. На востоке Украины называем это именно так. Не сочтите за безграмотность. Здесь и рыба, различные закуски. Очень, кстати, мясо такое похоже, как и мы, в принципе, в Украине тоже готовим. Здесь у нас водоросли, ростки Маша, кимчи обязательно. У мамы просто он изумительный, очень вкусный. Конечно же, супчик. Сейчас подогреваю рис и все, корейский завтрак готов. Я никогда об этом не говорила, но решила, что о хороших делах тоже нужно все-таки вещать. В общем, мы закупили подарки и 23 числа мой муж поедет поздравлять детей в детском доме. Всего 37 подарков, все пожелания учли. И сегодня мы вот будем распаковывать и красивенько все упаковывать. Я очень сильно горжусь мужем, горжусь такими желаниями, и мне очень приятно это. Я тоже не верю. Это не покажем. Я тоже не верю. battle. Я не верю. Музыка, пупка. Я не верю. почему это со tri vigilant? Я думаю, что это не верю. Я думаю, что друг эти тут будут годы. Другие? Я думаю, что это всё не верю. Я думаю, что родоросли с годами сейчас нет, потом мы их просто разговариваем. Люди не борются и не борются. готовить песочное печенье захотелось именно домашнего так вот еще купила вот такие формочки виде символа нашего сыночка поэтому этот год у нас все виде кроликов разные игрушки все что я вижу в общем с кроликом я все сразу скупаю обязательно и вот формочки тоже купила потому что там был этот зайчик остальные меня не интересуют вот сейчас приготовлю печенье и буду работать сегодня пришла партия поставки нужно написать новый прайс поэтому сейчас сделаю вкусное печенье заварю чай и буду работать продолжаю готовку своего печенье тесто полежала в холодильнике так хорошо взялось теперь непосредственно будем вместе с вами выпекать готовы мои миленькие печенюшки первую партию я выкинула все просто потому что я перепутала сахарную пудру с пудрой для выпекания разрыхлителя то есть baking powder поэтому осталось то что осталось а а а а а а а и а 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 24 декабря в корее празднуют рождество поэтому мы позвали своих друзей крисмаскейк все друзья принесли буду есть до следующего года теперь в корее довольно таки немало ивентов для беременных и я решила тоже поучаствовать в акции от хагис заполнила анкету на сайте оплатила всего лишь три с половиной чоника и мне прислали целый бокс с различными памперсами после использования можно сразу определиться какие же понравились больше считаю что очень классная акция приехала мужу машина после тюнинга он менял в ней звук ух как рычит сейчас будем тестить ну а мы а в Муж любимый доверил мне свою красотку. Сейчас буду тестить. Хотя говорил мне только через год после того, как я получу права. Грязная, конечно, капец. Надо будет на моечку потом заехать. В общем, не доверил. Он только мне доверил ее завести и все. А я-то думала и наделась. Но звук, конечно, суперский. Ребята, всем привет еще раз. Я наконец-то приехала домой. И хочу распаковать свой новогодний подарок, который мне пришел. Мы с девочками играли в Секрет Санту. Я свой подарок уже отправила, его девушка получила. Сейчас с вами распакуем, что же подарили мне. Но пока я была в Сюле, я встретилась со знакомой. Она мне тоже вручила новогодний подарочек. Смотрите, какой миленький. Это такие новогодние классные носочки. Просто супер. Спасибо. Классный подарок. Так. Люблю новогодние. Сюрпризы. И еще одна посылка. Распаковываем. Открытка. Пусть эти истории согреют, если станет холодно. Класс. Наверное, это книга. Я говорила, что я хотела бы подарок получить. Не сладости там или что-то типа такого, а либо что-то для малыша, либо какую-то интересную книгу. Куриный бульон для души, дух Рождества. Очень, очень. Я довольна. Спасибо. Привет, ребятки. Сейчас едем с друзьями на ужин. На Гванолив, Пусан. Вот. Немножко прогуляемся. Может быть, появится новогоднее настроение. Потому что сейчас его, к сожалению, вообще нет. Полное отсутствие. Корейский вайп. Кстати, на улице не очень холодно, неветрено. Идеальная погодка. Традиционный корейский шиктан. Многим нравится то, что принцип приготовления вот именно такой. Но иногда, когда ты очень устал и хочется поесть мясо, хочется, чтобы тебе его принесли уже готовым и вкусным, а не готовить его потом самостоятельно. И красивый вид на Гванолив. Вот, кстати, я рассказывала вам, что в Корее нормально есть с одного, с одной миски, так сказать, всем. Принесли кимчи-чаге в виде угощения. И, соответственно, как видите, тарелка маленькая, но рассчитана на всех. То есть все будут сейчас ест своими ложками с одной тарелки. В Корее это нормально. Привет, друзья! Сегодня 31 декабря. Новый год всех. Поздравляю вас с наступающим. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, что самое главное. Мира, добра, гармонии с собой, финансового благополучия. Пусть сбываются все ваши цели, мечты, планы. Самым наилучшим для вас образом. Ну и чтобы мы уже выдохнули и наслаждались жизнью без каких-либо на то препятствий. Я сейчас еду в супермаркет, немного закуплюсь. Мы не будем с мужем отмечать, потому что в Корее особо не принято отмечать Новый год. Мы отметили Крисмас. Вот, и особо настроения нет, поэтому просто поужинаем и будем спать. Такой вот будет Новый год, но, тем не менее, хочется хотя бы такой минимальный праздничный ужин для себя сделать. Так, и после супермаркета вернусь домой. Сделаю дома уборку, очищу, так сказать, наше все пространство. И буду прописывать список благодарностей и желаний целей на 2023 год. Это моя обязательная процедура, любимейшая. Она меня очень наполняет, вдохновляет. Вот, поэтому после нее, надеюсь, у меня и новогоднее настроение появится. В общем, я побежала. Так, ребятки, за купон произошел. Два часа лазила по супермаркету. Не знаю, что я там так долго делала. Не так много продуктов купила. В общем-то, самое главное, у нас будут стейки. Далее, три салата. Это крабовый мой любимый салат. Особенно обожаю его на следующий день. Есть, когда он настоится, поэтому побольше сделаю. Далее, я хочу селедку под шубой, но селедки нет, поэтому будет с красной рыбкой. Запеку камамбер с медом. Потом клюкву я покупала в морозилке есть. Так, и что еще? А, цезарь сделаю. Ну, и там какие-то, не знаю, может быть, нарезку еще. Все, в принципе, больше ничего не буду. Ну, и, конечно же, фрукты. Вот такой вот у нас будет новогодний стол. Создаем новогоднее настроение. Елка горит, гирлянды светятся, продукты варятся. Сейчас еще сделаю себе безалкогольный глинтвейн для более такого новогоднего праздничного настроения. Мои хорошие, за вас поднимаю стакан этого безалкогольного глинтвейна. Спасибо, что вы меня поддерживали и смотрели. Всего вам самого наилучшего. Ура! С наступающим! Подготовила себе место для прописания списка благодарностей и своих желаний на наступающий 2023 год. Я всегда делаю эту процедуру. Уже довольно-таки много лет. И только что перечитала свои желания, которые я писала на 2022 год. И у меня прям мурашки по коже, насколько же все идеально просто исполнилось. И поэтому я сейчас очень в таком огромном предвкушении буду приступать к списку на будущий год. У нас тут уже полный джингл-беллс. Удик ждет свой вкусный стейк. Муж сейчас будет готовить. Так, и я здесь тоже готовлю. Осталось 20 минут, и Новый год! Новый год! Одна минутка! Я дрем. Я дрем. Вот я дремя его. С Новым годом! Мой дремя, я дремя? Да. С Новым годом! Спасибо этому году за все. Я обрела самое главное, свою любимую семью. Где Удик тоже? Удик тоже. Удик тоже с нами. Все с нами. Удик. Удик не в стейк ума. Стейк могу? Кати. Кати могу? Праздничный стейк. Удик не в стейк. Удик не в стейк. Ток-кук это новогодний суп, который обычно едят корейцы в этот день. И также они ездили с папой в Пусан, встречали восход солнца. Это такая вот корейская традиция. Если произошел восход солнца, всю жизнь продолжается, все прекрасно и замечательно. Также здесь принято считать, что после того, как вы съели свою порцию ток-кук, вы стали на год старше. С наступлением нового года всем корейцам прибавляется один год. Ой, обожаю 1 января. Сейчас навалю себе тарелку салатов. Включу, наверное, один дома. И буду целый день валяться. Кайф. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.